Привет всем, друзья! Сегодня мы вновь поговорим о прогнозе на ближайшее будущее от одного из лучших астрологов России и мира Светланы Драган. Светлана – один из лучших прогнозистов и аналитиков геополитических событий, происходящих в мире, а те, кто следит за датами прогнозов Драган, уже в курсе, насколько точно, вплоть до дней они сбываются. На нашем канале уже есть несколько прогнозов астролога и действительно удивляет, насколько точными они являются. Сегодня мы уже можем наблюдать результат космических взаимодействий, оказывающих колоссальное влияние на Землю. Цикличность процессов и событий во Вселенной многие историки уже давно заметили. Особенно актуальным сегодня является прогноз Драган о России и мире, так как в данный момент истории многие находятся на распутье, не знают, чего ожидать дальше, как могут сложиться события в ближайшее время, будет ли хоть какая-то стабильность в ближайшем будущем или положение будет лишь усугубляться. Сегодня мы поговорим о прогнозе Светланы Драган, опубликованном 4 апреля на ее официальном сайте, выделим лишь самые важные моменты, которые касаются ближайшего будущего и, конечно, поговорим о важных датах, озвученных астрологом. Итак, в мае 2022 года, а конкретно 16 мая, на Россию окажет мощное влияние ожидаемое лунное затмение. Сразу нужно отметить, оно повлечет за собой положительные сдвиги для россиян. Именно в этот период страна продемонстрирует свою мощь и силу. Такой мощи от нее никто не ожидал. Россия покажет свою силу и мощь, стоя на распутье, которая будет касаться сразу нескольких сфер жизни – финансовой, энергетической и военной. Цитата. «При этом будут обстоятельства, словно свыше, которые, вероятно, будут помогать России». На всякий случай напомним, что Светлана Драган – это не ясновидящая, а профессиональный астролог, который делает свои прогнозы, основываясь лишь на фактах и астрологических данных. Они не трактуются специально в пользу кого-либо или чего-либо, а дают точное понимание будущих событий, которые мы рассматриваем. Итак, уже очень скоро Россия станет перед выбором в военной, финансовой и энергетической сферах. Ее решение по итогу станет настолько мощным, что удивит другие страны и государства. Некие обстоятельства свыше поддержат Россию. В очередной раз мы слышим о божественном проведении. Недаром святые и старцы говорили, что когда Россия останется зримо совсем одна, сама Богородица возьмет ее под свою защиту, потому что именно на Россию распространяются великие и светлые планы Создателя, как на будущий Центр объединения и мирового лидерства. Мы знаем, что даже в Библии описан сценарий победы добра над злом. Многие утверждают, что настают те самые времена. Нам выпало жить в это время, и многие станут свидетелями этой великой победы. Светлана пишет, События, что будут помогать России, могут быть связаны с природными процессами, которых никто не ждал. Может сработать природный фактор, связанный с водой. И что совсем покажется странным, в связи с этим могут быть сделаны некие инвестиции в Россию вынужденного толка. Но может так случиться, что Россия будет стоять перед выбором в отношении применения ядерного оружия. Но ситуация будет разрешена странным образом, без его использования. Согласно этому прогнозу, высшие силы, скорее всего, будут действовать вместе с Россией, помогая ей, используя силы природы. То, что ситуация будет разрешена странным образом, без применения особого вида вооружений, еще раз говорит о вмешательстве свыше в процессы, связанные с Россией. Далее Светлана говорит о политике, в частности, о переговорном процессе между РФ и Украиной, который заставил понервничать жителей обеих стран. Многие недовольны и ходом переговоров, и даже составом переговорных групп, но в целом результат важнее организации. А как это будет выглядеть, Светлана также пояснила в своем прогнозе. Цитата. Все, что касается переговорного процесса, может развиваться по некрасивому сценарию, хитрому и многим непонятному, так как компромисс будет на грани добра и зла. Конец цитаты. В районе 15 июля будут проводиться переговоры. Россия может стремиться к мирным решениям, и на первом этапе этих переговоров могут быть хорошие результаты, пишет Драган. Но это все еще будет только первая часть решения, и не окончательная. Позже она будет пересматриваться. Далее, все, что касается финансов и экономики. Экономический тупик будет максимально проявлен, утверждает астролог, даже с элементами преувеличения, очень театрально, особенно в районе 16 мая. Прогноз в том, что будет свершаться некий сценарий, похожий на театральную постановку, которая работает на весь мир, показывая, что Россия находится в полном экономическом тупике. Все будет изрядно преувеличено и театрализовано. Светлана указывает на то, что в ближайшие полгода Россия ответит на притеснение Запада жестко, максимально проявив свою мощь, что изрядно удивит недружественные государства и даже весь мир. Уже в районе 24 мая у граждан России и правителей появится повод для гордости. В вопросах экономики, пишет Светлана, будет сделан значительный шаг вперед. Но не стоит расслабляться, потому что уже к 26 мая Россия может испытать потрясение, сравнимое с предательством. К примеру, шаги главы государства могут быть неправильно расценены, но по итогу следует знать, все, что свершится, будет продумано заранее и нацелено на конкретный результат. Поэтому с выводами торопиться не стоит. 22 июня Светлана называет очередной судьбоносной датой в истории России. Придется принять решение необратимое и судьбоносное. Обратите еще раз внимание на дату. Мы помним, что 22 июня 1941 года Советский Союз подвергся неожиданному, без объявления войны, нападению Германии. Началась Великая Отечественная война советского народа с войсками вермахта. Цикличность истории может проявить себя, как очередная провокация, что потребует незамедлительного ответа, принятия судьбоносного решения, после которого мир уже не будет прежним. Цитата Светланы Драган заставляет задуматься, читаем. Ей, России, словно может быть предложена уже другая война. И к 3 июля президент России будет поставлен в трудные обстоятельства, где вопросы добра и зла будут на кону, и уйти от риска сделать нечто весьма опасное будет крайне сложно. Но и непоправимость после такого шага будет очевидна. Не стоит забывать, что этому событию будут предшествовать некие сложные переговоры, которые должны состояться около 26 июня. Не исключаю, что они будут проведены с Байденом, хотя не факт, что они будут обнародованы. Конец цитаты. Астрологические позиции заявляют о том, что в этот период времени для Америки особенно важно будет показать всю свою военную мощь, показать, кто есть лидер на политической арене. Возможно, это будет уже агония, но следует понимать, что ее проявления в это время могут оказаться очень сильны. Америка вновь может поставить мир в условия, при которых мирное разрешение конфликта окажется невозможным. Будущая картина мира в этой связи уже для Украины будет выглядеть особенно плохо. Анализируя этот прогноз, можно предположить, что Запад, используя в своих целях Украину, полностью истощит ее изнутри. Тогда, когда человеческих резервов будет уже недостаточно для продолжения конфликта, западному руководству придется принимать иные меры для противодействия РФ. Почему для Украины может сложиться очень плохой сценарий? Потому что она станет ненужной для былых партнеров, будет брошена на произвол судьбы. Каким еще негативным фактором может подвергнуться Украина, будет ясно уже скоро. А пока серьезный прогноз о главе российского государства. Приводим цитату с официального сайта Светланы Драган. 22 июля у Владимира Владимировича Путина будут происходить очень важные события. И очень может быть, что тема преемника и важного для него человека будет весьма актуальна. Конец цитаты. Очевидно, что важный период в истории России совпадет с важным периодом в жизни главы ее государства. И вся картина о ближайшем будущем, по прогнозу астролога Светланы Драган, вовсе не безоблачно. 30 июля Драган называет очередной важной датой в ближайшей истории России. Будет происходить еще одна фаза создания военного повода извне. Россия, пишет Драган, может столкнуться с серьезными событиями. Внимание, может быть попытка использования, очевидно, в сторону России особых видов вооружения, химического или биологического. Это будет сложное время. Своего пика события достигнут уже к августу 2022 года. Астролог утверждает, что это время станет едва ли не самым тяжелым для России и Украины. Сложным это время предвидится и для главы российского государства. Согласно прогнозу, во властных структурах ожидаются большие и самые неожиданные перемены. Конкретно, к 7 августа мы уже их увидим. Также Светлана говорит о неких решениях руководства, которые смогут очень удивить россиян. Жаль, пока неизвестно, удивить в каком ключе и есть ли поводы для радости. Очевидно, прогноз на весну и лето достаточно серьезный. Пока астрология говорит о том, что текущие события продолжат свое развитие в ближайшем будущем. И рано говорить о победах или поражениях, потому что сценарий продолжит развиваться. Большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Поставьте лайк, если было интересно и подписывайтесь на канал и официальный сайт, чтобы первыми видеть статьи и ролики о том, что нас ждет. До новых встреч!